Привет, вы на канале Крюка, и меня зовут Ольга, и сегодня мы с вами обсудим хлебопечку от Morphe Richards. Компания предоставила мне ее на обзор после того, как мы выпустили ролик об их парогенераторе. И в этом видео мы обсудим эту модель во всех деталях, потому что я тщательно ее изучила, и также я сравню ее с моей хлебопечкой, которой я пользуюсь уже много лет, и поделюсь, в принципе, своим опытом использования данных приборов. Поехали! Morphe Richards – это британская компания, более 80 лет известная на рынках Европы и конкретно Англии. С 2017 года пришла на российский рынок, и это значит, что теперь мы тоже можем наслаждаться продуманным английским подходом к технике. В категории техники для приготовления еды компания ориентируется в первую очередь на концепцию здорового питания. Наверное, именно поэтому в хлебопечке есть режимы приготовления безглютенового хлеба и домашних сладостей. Да и в целом, если вы хотите ощущать в своем доме аромат свежеспеченного хлеба, именно тот аромат, который создает уют, который будут вспоминать ваши дети, когда вырастут, наслаждаться хрустящей корочкой и знать, что вы приготовили эту буханку из правильных ингредиентов, которые своими руками заложили в прибор, то вам стоит задуматься о покупке этой бытовой техники. Хлебопечка компактная, обтекаемой формы, выполнена в нейтральных оттенках и впишется в дизайн любой кухни. Ее мощность 600 ватт и в комплекте есть мерные емкости, поэтому вам нет необходимости взвешивать ингредиенты. Внутри хлебопечки мы видим антипригарную чашу. При использовании хлеб из нее легко вынимается, не прилипая к поверхности. И в чашу мы вставляем металлическую мессильную лопасть из надежного сплава дюраль. Замес происходит быстрее и эффективнее, чем с помощью пластиковых лопастей, а отверстие в основании выпечки минимально за счет того, что эти лопасти складываются. И несмотря на то, что меню с режимами на самом приборе на иностранном языке, к хлебопечке прилагается инструкция на русском языке. И я уже посмотрела все ее режимы и сейчас вам про них расскажу. И вообще я очень люблю читать инструкции, разбираться в бытовой технике для того, чтобы потом пользоваться этой техникой по максимуму. Наверное, именно поэтому на нашем канале есть целый плейлист уже, который называется «Бытовая техника». Итак, самое интересное, что же она умеет? Давайте сначала обсудим ее 14 программ, а потом дополнительные функции. Первая программа стандартная. Ее вы используете, когда просто хотите испечь буханочку белого либо черного хлеба. Вторая программа французская. Ее вы используете в том случае, если хотите испечь хлеб с хрустящей корочкой и более легкой текстурой. Третий режим цельнозерновой. Специально для такого вида муки. Режим подъема у такого хлеба дольше для того, чтобы цельнозерновая мука успела впитать воду и расшириться. Не рекомендуется использовать этот режим на отложенном старте. Четвертый режим быстрый для булочек маленького размера без использования дрожжей. Булочки получаются небольшие и более плотные. Пятый режим для выпекания сладкого хлеба с более хрустящей корочкой, чем стандартной настройки. Корочка образуется благодаря присутствию сахара. Шестой режим это тот самый экспресс режим, из-за которого многие выбирают эту модель к покупке. Всего за 90 минут можно приготовить буханочку весом 900 грамм хлеба себе к обеду. Седьмой режим хлебная смесь. Для выпечки из полукилограммового пакетика хлебной смеси. Обязательно читайте инструкцию, потому что смесь ведет себя по-разному и даже может переливаться через край. Поэтому всегда смесь готовьте строго по инструкции. Восьмой режим я нежно люблю. Это режим без выпекания, только замешивание теста. Он так и называется тесто. Вы можете загрузить ингредиенты и замесить, и поднять тесто для пирожков, для булочек, для пиццы. И потом даже заморозить, например, это тесто в холодильнике и использовать его впоследствии в готовке. Девятый режим выпекает безглютеновый хлеб. Это для тех, кто хочет готовить именно такой вид хлеба. Десятый режим называется пирожные. Не совсем поняла, как готовить хлебопечки пирожные, но потом посмотрела в инструкцию и разобралась. Они имеют в виду пироги. То есть вы сначала смешиваете все ингредиенты для пирога, а потом уже загружаете эти ингредиенты в хлебопечку. Кстати, если вы используете молоко или воду для приготовления вашего хлеба, либо пирогов, они обязательно должны быть не холодными, а комнатной температуры. Одиннадцатый режим сэндвич для приготовления хлеба с легкой текстурой, но яркой корочкой. Двенадцатый режим тоже очень люблю. Я его использовала в своей хлебопечке. Это режим называется джем или варенье. Вы загружаете в хлебопечку замороженные фрукты, ну предварительно размороженные, конечно, либо свежие фрукты, ягоды, какое-то количество сахара. И через час у вас готов потрясающий, вкусный, полезный, без химии джем, сделанный своими руками. И также на этой программе можно готовить и мармелад. Тринадцатая программа йогурт. И меня очень удивило, что теперь и в хлебопечках есть подобная программа. До этого мы всегда готовили этот продукт в нашей мультиварке. И мы очень часто готовим его в мультиварке. А теперь, оказывается, можно и в хлебопечке. Только я бы рекомендовала вам ставить внутрь хлебопечки стаканчики с налитым йогуртом. А не наливать вот в ёмкость, потому что лучше, чтобы не смешивалось приготовление хлеба с приготовлением кисломолочного продукта. Хотя в инструкции написано, что заливайте прямо в ёмкость. Вот я бы всё-таки ставила стаканчики. И четырнадцатая программа – это дополнительное выпекание или допекание. Не совсем тоже поняла, для чего нужно. Видимо, используется тогда, когда необходимо увеличить время приготовления изделия. Ну и давайте теперь проверим её в работе и испечём хлеб. Я бы не рекомендовала засыпать ингредиенты прямо в печь. Я часто вижу, как это делается, но я предпочитаю доставать чашу из хлебопечки и засыпать снаружи, чтобы часть этих ингредиентов не попала случайно внутрь прибора. Поэтому для начала поворачиваем форму для выпекания против часовой стрелки и достаем её из корпуса. Перед загрузкой ингредиентов обязательно вставляем месильную лопасть и переводим её в вертикальное положение. Выбираем рецепт и загружаем ингредиенты из него в форму для выпекания так, чтобы дрожжи не соприкасались с жидкостью. По стоимости домашний хлеб выходит экономичнее. Вы точно знаете, что вы в него добавили. Возвращаем форму для выпекания обратно в корпус. Поворачиваем по часовой стрелке, чтобы закрепить на месте. Закрываем крышку и включаем прибор. Теперь мы выбираем программу. После того, как мы выбрали программу, мы можем выбрать степень поджаривания корочки и вес. В этой модели есть три степени прожарки. Лёгкая корочка, румяный хлеб и чёрная корка. И также есть выбор двух размеров выпечки. 0,67 или ещё он называет 700 грамм и 0,9 или 900 грамм. Если мы захотим отложить время начала выпечки, то можно поставить таймер. Называется он таймер задержки запуска и максимальное его время 13 часов. Отображаемое время на дисплее будет включать и время выпекания. Поэтому надо выставлять такое количество часов, через которое вы хотите получить продукт. Особенно приятна эта функция, если вы хотите, чтобы хлебопечка пекла ночью без вашего участия. Вы загружаете ингредиенты, включаете таймер и просыпаетесь под аромат свежеспечённого хлеба. Нажимаем кнопку старт, чтобы запустить устройство. Хлебопечка подаст сигнал и начнёт работу. Не открывайте крышку во время работы прибора, так как это повлияет на качество хлеба, в особенности на его подъём. Если вы хотите проконтролировать процесс выпечки, есть смотровое окно. Оно позволяет следить за процессом, устраняя искушение открыть крышку во время выпечки. Именно в этой модели нет автоматической системы для добавления начинки для вашего хлеба. Это могут быть, например, орехи, семечки, какие-то сухофрукты, которые вы хотели бы добавить в свою буханку. И поэтому вам нужно следить, когда раздастся звуковой сигнал. Вы подбегаете, открываете крышку и досыпаете то, что вам нужно внутрь хлебопечки. Я, честно сказать, этим не пользуюсь. У меня в прошлой моей хлебопечке была такая же система, и я всегда пропускала, когда этот сигнал звучит. Поэтому тут уже на ваше усмотрение, будете вы добавлять начинку или нет. Если будете, то следите за сигналом. А ещё есть инструкция, в которой написано время на каждом режиме, когда раздаться сигнал. Вы можете просчитать и засечь примерно по времени, подойти и ждать, когда он раздастся, чтобы досыпать орехи. Но я всегда пропускаю этот момент. Кстати, на свою продукцию Морферич сдаёт 2 года гарантии. Для того, чтобы гарантия вступила в силу, вам нужно перейти на официальный сайт и зарегистрировать там своё устройство. Ссылку на их сайт и на хлебопечку я оставлю вам в описании в инфобоксе. Ну и пока готовится наш хлеб, давайте я поделюсь с вами, чем отличается данная хлебопечка от хлебопечки Мулинец, которой я пользуюсь уже много лет. В моей хлебопечке нет режима экспресс-выпечки. Конечно же, этот режим палочка-вручалочка, если нужно приготовить хлеб быстро к приходу гостей, либо своей семье к обеду. Если смотреть на размеры, то они примерно одинаковые. Но вот визуально хлебопечка от Морфи Ричардс выглядит компактнее. В комплекте к моей старой хлебопечке шла очень красивая книга с рецептами, какой хлеб можно приготовить. Но все ингредиенты, они были какие-то такие, которые сложно было купить. Вот здесь рецепты из простых ингредиентов. И может быть ещё сложно мне было готовить по тем рецептам, потому что у меня в комплекте не было мерной ложки для дрожжей. Здесь она есть, и я смогу отмерить именно то количество, которое мне нужно для приготовления того или иного рецепта. На моей старой хлебопечке не было таймера, поэтому загрузил, включил и готовишь, и знаешь, что там через 3 часа хлеб будет. Здесь я уже могу загружать с вечера, как я загружаю йогурт, кашу детям на завтрак. И также я смогу загружать буханочку хлеба. Единственное, надо ставить время где-то за час раньше, чтобы хлеб успел остыть немного. Потому что горячий хлеб, вот совсем горячий, всё-таки есть не рекомендуется, насколько я знаю. Что вы знаете об этом, пишите, пожалуйста, в комментариях. Но, в любом случае, таймер это очень круто. Загрузили, ушли куда-то по делам, пришли у вас к обеду, либо к ужину, либо к завтраку. Если вы на ночь поставили, всегда есть буханочка ароматного хлеба. В прошлой хлебопечке лопасть была цельная, а здесь она складная. Я думаю, это сделано для того, чтобы при замешивании теста лопасть была в вертикальном положении. А когда уже начинается выпекание, лопасть складывается, и отверстие внизу буханки просто минимальное. И также её легко доставать. А вообще, сейчас я всё это рассказываю, и кажется, у меня созрело две темы для новых видео. Как выбрать хлебопечку и как ею правильно пользоваться. Как вы думаете, стоит ли записать подобные ролики на наш канал? Делитесь обязательно со мной в комментариях. И если вы ещё не подписаны, то обязательно подписывайтесь и ставьте лайк, если вам полезно это видео. И вот хлебопечка подаёт сигнал. И это значит, что наш хлеб готов. Давайте его доставать. Кстати, когда программа завершена, устройство автоматически переходит в режим подогрева, который длится 60 минут. Его легко можно отключить. Достаем форму для выпекания, переворачиваем, и буханка легко выходит из формы. Можно достать месильный нож из основания хлеба, используя для этого крючок, который тоже идёт в комплекте хлебопечки. Часто говорят, что кулинария – это искусство, которое зависит от креативности повара. Но в случае с хлебом это больше, чем наука. А с хорошей хлебопечкой эта наука становится понятной даже начинающей хозяйке. Балуйте свою семью ароматным, разнообразным хлебом. И получайте заслуженные комплименты. Пока-пока!